Фонд Нурсултана Назарбаева объявил о старте 6-го республиканского конкурса «Караван доброты». Напомню, что данное мероприятие помогает выявить граждан, которые совершают благородные поступки. Каждый год республиканский конкурс находит сотни отважных, неравнодушных людей, меценатов и настоящих патриотов своей страны, которые вносят большой вклад в развитие Казахстана. В этом году был внесен ряд изменений в номинации для лауреатов. Фонд Нурсултана Назарбаева – Ассоциация деловых женщин Казахстана при поддержке телеканала КТК. Участниками конкурса могут стать физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных и общественных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других. В конкурсе не могут участвовать субъекты среднего и крупного предпринимательства, а также физические и юридические лица, благотворительная деятельность которых связана с государством. Объявление о проведении конкурса размещается в эфире телеканала КТК и различных корпоративных социальных сетях. Исполнительный комитет осуществляет дополнительную проверку предоставляемых материалов и при необходимости запрашивает дополнительную информацию. После отбора исполнительным комитетом материалы направляются на рассмотрение комиссии. Комиссия формируется из видных общественных и государственных деятелей – меценатов, представителей науки, культуры и СМИ. Они определяют победителей конкурса путем голосования. Решение комиссии оформляет протоколом. Кроме того, для участия в конкурсе не допускаются победители прошлого года и представители организаторов. Если прошлый раз для лауреатов в конкурсе имелось семь номинаций, то теперь их количество сократилось до пяти. Это Асар, Туганжер, Батл-Жрек, Мирам-Жолунда и Хайрам-Длактарихам. Асар – номинация для тех, чья благотворительная деятельность связана с сохранением народных обычаев и традиций. А награда в номинации Туганжер вручается лауреату, который оказывает благотворительную помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства, восстановления культурных объектов. Если нуждаются номинации Батл-Жрек, то ее присуждаются за героическую смелость и самоотверженность. В данной номинации может учреждаться дополнительное звание победителя среди работников экстренных служб, таких как ЧС, МВД, скорая помощь и другие. Мирам-Жолунда для тех, кто оказывает постоянную безвозмездную помощь в течение определенного времени. А последняя номинация Хайрам-Длактариха присуждается журналисту или творческому коллективу за лучшее освещение в СМИ благотворительности социальных проблем. Заявки на участие в конкурсе уже стартовали и приниматься будут до 20 декабря. Жасан Желбаков, Межана Манжолов, телеканал Актубе.